мы идем по маленькому городку в горах который называется кронберг соответственно ищем замок с одноименным названием кронберг гид экскурсовод сбился с пути даже по навигатора хотя навигатор вводит в заблуждение мы обнаружили разрез в камне которую сделан при помощи древних технологий поднимаемся в гору сейчас хотим посетить по дороге по пути крепость кронберг вот там вернее замок а дальше восхождение а дальше восхождение на холмы таунас вот на берегу встретили нутрию нутрия сидит чистится боится совсем не боится людей потому что здесь никто не трогает не тревожит в пруду абсолютно спокойно и рядом с гуси и утки а также рыба крупная довольно таки вроде карта вот дорогие друзья мы обнаружили разрез в камне которую сделан при помощи древних технологий абсолютно зашлифованная поверхность внутренность то есть среза место среза вот это вот половина этого камня так что вы можете убедиться что раньше были намного круче технологий чем сейчас это явно не резали каким-то металлическим предметом это скорее всего использовался бластер плазматический мегалуч мы находимся в парке виктория выбираем маршрут все еще не добрались до замка у нас вот тут гид-экскурсовод сбился с пути даже по навигатору хотя навигатор будет в заблуждение что же из себя представляет этот небольшой но довольно таки симпатичный уютный городишко который находится в предгорьях таунуса ну соответственно он и называется кронберг им таунус добраться него можно на электричке с бан с 4 и насколько мне не изменяет память добирались мы около 18 минут городок входит в состав района верхний таунус и по административной линии он подчинен округу дармштадт а население кронберга на момент 2021 года составляет около 18 тысяч человек имеет свои достопримечательности такие значимые как крепость кронберг и замок фридрихсхоф в котором жила императрица виктория само же поселение получила статус города 25 апреля 1330 года от короля людовика четвертого короля в аварии на тот момент мы идем по маленькому городку в горах который называется кронберг соответственно ищем замок с одноименным названием кронберг тут есть старинное место сейчас мы до него дойдем немножко там пофотографируем поснимаем может быть расскажем вам историю приближаемся к нашему объекту он стоит на высоте это замок кронберг кронберг кассов сейчас выдвинемся туда повыше и в правую сторону нету в день часов нужно было открыться поэтому ну вот современный кронберг благодаря живописной местности горного массива таунус в которой он и расположен привлекает богатых коммерсантов и представителей высокооплачиваемых профессий сказать толстосумов самом городе и вокруг него находится множество богатых вилл в кронберге расположенном также штаб-квартира компании браун гмбх сейчас попадем внутрь замок кронберг вход здесь платный оно того стоит чтобы побывать на в замке на холмах таунус вот этот вот замок был построен 1230 году может даже раньше но по крайней мере первое упоминание об этом месте датируется этим годом то есть начало 13 века возможно он еще раньше был построен потому что нет точных данных а и тут у нас открывается прекрасный вид со стороны смотри смотровой площадки от замка вид на город городские крыши на дома это вот часть одна из замка а и 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 таки на уровень выше там уже территория обследовали просмотрели кстати очень хорошие здесь запахи так как находимся на вершинах то есть произрастают горные растения такие как чабрец страшно так это это от викингов осталось зашли в одно помещение с отверстием потолки видимо играет роль осветительного прибора дневного света и такие вот артефакты это кельтские фигуры вырезанные из дерева потому что замок основали кельты древние они римляне как раньше а римляне уже освободили вот тут мы видим лесенка поднимается еще выше на следующий уровень замка то есть здесь замок состоит из нескольких уровней и много различных участков с помещениями ответвлений корпусов получается но если выражаться современным языком то у нас состоит он из нескольких корпусов соединенных проходами различными многие закрыты некоторые открыты вот такие вот охранные башни туры в замке имеют смотровые отверстия это не бойницы это просто смотровое отверстие они служили некой защитой для тех кто наблюдает за окрестностями и на движением войск с каких-либо сторон а ну что же посещение этой локации подходит концу а мы двигаемся дальше и продолжение будет в следующем выпуске не забывайте подписываться на мой канал кому интересно нажимайте колокольчик ставьте лайки я буду благодарен любым отзывам пока